В ЕАО продолжается комплексная модернизация системы ЖКХ и отопительной системы. Так в населенных пунктах области появляются новые модульные котельные. Главная особенность, что отличает их от кочегарок старого типа, энергоэффективность, экономичность и почти полная автоматизация всех процессов. Кроме того, они могут работать с более экологичным, чем уголь, топливом, древесными и торфяными пилетами. Твердотопливное топливо, здесь уголь идет, так же, как и на старой котельной. Но если для сравнения, то, например, старая котельная в это время съедала где-то 8-9 тонн в сутки. Эта котельная потребляет 2,5-3 тонны. Автоматизация рабочего процесса позволила сократить количество человек, необходимых для обслуживания котельной. Для ее работы достаточно всего двух кочегаров, когда, как для старой, требовалось 8 человек. Сейчас в области работают три таких котельных. Одна из них в селе Будукан отапливает поселок уже третий сезон. Жители положительно отзываются о новом оборудовании. Его использование позволило выровнять температуру в домах. Автоматика держит ее на одном уровне, вне зависимости от перепадов температуры на улице. Автоматика связана здесь с системой типа комфорт, то есть с улицы снимается наружная температура воздуха и по ней уже у нас компьютер сам регулирует подачу угля и температуру определенную на население. То есть уже от людей это не зависит, как на старой котельной могли там прозевать, а проспать, ну человеческие такие факторы. При этом изменения условий труда пришлись по вкусу далеко не всем. Некоторые кочегары, перешедшие в новую котельную из старой, с ностальгией вспоминают прошлую работу. Там приходилось пошевелиться, получше было. Здесь пришел, дело сделал лучше. В планах региональных властей заменить все 114 котельных областей и трубопроводы. Для реализации проекта уже ведутся переговоры с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, Газпромом и ВТБ о дальнейшем заключении концессионного соглашения. Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Новости 21.